Я Лариса Гузеева, это Давай Поженимся. Здравствуйте! Сегодня у нас женики Виталий, Кирилл и Денис. А невесту, за которую они будут бороться, представит её мама, Елена Юрьевна. Елена Юрьевна, 59 лет. Пенсионерка, занимается дошкольным воспитанием соседских детей. Всегда оценивает мужчину по трём критериям – ум, кошелёк и штаны. На протяжении трёх лет пыталась отвадить от своей дочери некрасивого, невоспитанного, необразованного и нищего кавалера. Но в итоге смогла разлучить молодых только при помощи хитрости и шантажа. Чтобы её дочь не ошиблась во второй раз, теперь решила сама выбрать ей жениха. Её зять должен иметь хорошее образование, квартиру в Москве, высокий доход и при этом не иметь наследников. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте. Какая помада у вас необычная. Это ваша или наши гримеры? Нет, это всё моё. Прямо под цвет золота. Ты знаешь, что... Тюще золото. Нам надо с тобой такое... Нет, это златоротая. Вот есть черноротая... Девочки. А есть зла... Боже. А есть златоротая. Она так золотая. То, что вы будете сегодня говорить, это вот прямо в народ. Златоуст. Ну, потому что у меня дочь золото. Мама любит золото. Обрати на это внимание. Да-да-да. Так что придётся подарочки дарить. Вы были официально два раза замужем. Да, два раза официально была замужем. А дочка от первого или от второго? И не от первого, и не от второго. Тю. Она у меня от гражданского. В перерывах? Ну, конечно. У меня же уже возраста. Или во время брака больнули? Нет, нет. Первый брак у меня был вообще, можно за брак не считать. Там было всего два месяца. Военный, здоровенный, красивый. Я молодая. Ну, я через два месяца от него уехала. Я поняла, что военное кочевание – это не для меня. А любили кого? Никого вообще. Вообще в жизни своей? Да. Честная женщина. Вот я говорю, любовь к браку, ну, как бы имеет отношение, но не первостепенное. Нет, не всегда. Любовь – это часть брака. Хорошо, если она сформируется. Ну, хорошо, если она есть. Ну, тогда бы детей бы не было, если бы все по любви бы. Мама очень интересная. Хорошая мама. Говоритная. Мама очень такая, да? С характером будет теща. Елена Юрьевна, скажите, пожалуйста. Давайте просто Елена. Хорошо. Елена, скажите мне, пожалуйста, когда вы столько отдали дочери своей, вы, как вам показалось, имеете право участвовать в судьбе своей дочери, правильно? Я участвую с первого дня. Но как? Особенно, когда она выросла? Дело в том, что мою дочь никогда не было ни за что ругать. Ее ни за что было ругать. Я уже не про это. Я про вас. Про то, что вы посчитали, что имеете право, вот когда она влюбилась очень сильно-сильно-сильно, а вам не понравился этот ее парень. Вот в эти единственные серьезные отношения. Да, да. Не просто влезть, а просто их разломать и выбросить. Рассказывайте, что там было. С первого дня. Вот пришла она и вас знакомит. И говорит, мама, это Петя. Я очень рано ей отдала машину. А она повернута и на гонках, на спорте. У них завязались отношения, кто кого обгонит. На бак бензина поспорили. А сколько ей было лет? И пошло-поехало. Ну это уже ей, наверное, было 20-19, между 19 и 20. Хорошо. Вот она с ним знакомится. И все, и закрутилась. Хорошо. А когда она представила его вам? Когда я увидела его первый раз, они подъезжают ко мне, а он сидит за рулем моей машины, я вышла спокойно и сказала, молодой человек, ключи верните и освободите вот это место водителя. А почему? Ну, в принципе, поспорила на бак бензина. Ничего в этом плохого не вижу. Прикольно. Вас больше смутило, что он сидел на ее месте за рулем вашей машины, либо то, что был женат? А все вместе. Ну вы же, пока его не увидели, не настраивали дочку больше? Я уже перед тем, как увидеть, знала о нем все. Вот когда им сказали, а будьте ли вы бездны, он вам ключики вернул? Нет. А что сказал? Он меня послал. А дочка в это время что, когда она вас послала? Она настолько была шокирована, она просто ушла. Я ему сказала, ты подумай сейчас очень хорошо, что тебя ждет впереди при таком нашем знакомстве. Ты просто подумай. А что его могло ждать? А там нечем ему уже думать. Там мозгов ноль. Мне кажется, что мама очень влияет на свою дочь. Так вот, я вот послушал ее, то, что она очень влияет на нее, на ее отношения. Она пришла сюда передать, чтобы отдать свою дочь в хорошие руки. Смотрите, но у них ведь долгой были эти отношения-то? Три года практически я с ним воевала. Три года? А воевали как? Вот расскажите, методы. Ну, по-всякому. И приходила в квартиру без звонков, без предупреждений, и разговаривала с ним, и беседовала. Ну, когда я поняла, что уже начал руку поднимать, а руку он на нее поднимал не один раз. Ну, я этого не понимаю. Вы решили, что имеете право разрушить ее отношения с любимым мужчиной. Может быть, он в результате бы развелся, нашел бы работу. А руки поднимать, Ларис? Ну, там... Подождите, он развелся. Куда бы ни устраивался, месяц-полтора его отовсюду гнали. А дочка жаловалась вам на него или говорила, мама, оставь нас, ради бога? Нет, дочка мне никогда не жалуется. Люблю я его, ну, вот видите, значит, что-то... Не жалуется лишь только по той причине, что она хочет доказать, что она может разрулить все свои ситуации. Да скольки лет? Вот я хочу узнать. Сейчас мы уже будем знакомиться с вашей дочкой. Вы будете держать руку на пульсе и разруливать Кирочкину жизнь. Объясню. То, что я родила Киру, я благодарю всех святых. Конечно. Мне оставили бесплодие очень много лет. Почему же Кирочке не даете жить и совершать свою собственную... Хочу, чтобы она была счастлива. Но понятие счастья ваше одно, а ее совсем другое. А давайте уже познакомимся с вашей дочерью. Подожди, я так и не поняла, чем эта история-то закончилась? Вы его что, похоронили или что вы с ним делали? Ну, Кира уехал на работу, я вызвала наряд милиции, сказал, ко мне проникли на мою территорию, выведите его отсюда. Ему сказал, 10 минут тебе на сбор, а не хотел по-хорошему, уходи по-плохому. Приблизишься на 100 метров ближе, чем 100 метров к моей дочери или к ее квартире, будет по-другому. Что, прям милиция приезжала, выведет, да? Да, снарядом. А дочка вам потом сказала за это спасибо? Да, она сказала, мам, почему-то раньше этого не сделала. Вот прям ровно она зашла, его нет, и она сказала вам спасибо. Нет, не в тот день. Конечно, нет. Надо язык найти, с ней будет общий. Согласен. Мне интересно, главное, руководит ли она своей дочерью, либо дочь сама принимает решение все-таки. Давайте познакомимся с вашей дочерью. Кира, 27 лет. Кассир букмекерской компании, победитель среди женщин в соревнованиях по кроссфиту в Московской области. Мечтает открыть свой бизнес в спортивной сфере. Признается, что долго не разрывала связь с недостойным мужчиной только из чувства протеста, чтобы доказать маме, что она может быть счастлива вопреки ее наставлению. Киру не вдохновит низкорослый ревневец с тоннелями в ушах и татуировками на лице. Таксист или грузчик также не сможет покорить ее сердце. Выйдет замуж за высокого спортивного мужчину, который будет поддерживать ее в увлечении спортом и немного подождет с рождением детей. Здравствуйте, Кира. Очаровательная. Просто очаровательная. Правда так любили этого молодого человека, что пошли наперекур своей матери? Нет. Вот я и хотела сказать то, что если бы, возможно, у мамы был бы более мягкий ко мне подход, то я бы намного раньше с ним рассталась. То есть если бы она не мешала, вы бы сами быстренько бы разберетесь. Да. А тут получилось то, что впервес, назло, мне нужно было, я не знаю, доказать... Что своей головой имеете право жить. Да, что я могу, что это отношение, я вытяну. Ну что, как тебе не есть? Ну, в целом, девушка приятная, молодец, что спортом занимается. Кир, какое вы счастье для себя хотите? Ну, хочется отношений крепких, построить семью, знаете, в противовес опять моей маме. То, что вот не сложилось у неё, ну, мать-одиночка, вот и всё. Мне хочется создать именно семью, чтобы ребёнок в полноценный рост. Но вы не любите детей и предупреждаете своего будущего супруга, что придётся подождать, пока вы там у себя созрете. Это правда? Да. Так, а созрете вы сколько себе дали созревать с детьми? Ну, максимум, максимум, это такая верхняя полка 35. То есть 35 вы собираетесь родить? Ну, это максимум. Хорошо. Так, вы также говорите, что вы предупреждаете, что вы не сдержанная. То есть вы, по сути, можете недослушать своего мужчину или оппонента, скажем, хлопнуть дверью. Настроение, да. И так далее. А что вы делаете со своим не сдержанным характером? Потому что сейчас вот ваш недостаток вы озвучили, это не укрепляет семью, а наоборот. Что вы, что-нибудь делаете? Или вас надо любить так, как есть? Нет, нет, нет. Я постоянно с этим борюсь и, как бы, в принципе... А как боретесь? Ну, стараюсь держать. Не хлопать дверью. Да. Она очень быстро признаёт вот эту ошибку совершённую, то, что она взорвалась. И тут же объясниться, извиниться. Послушай, ну, это хорошая позиция. Каждый раз стучать и каждой дверью, и каждый раз извиняться, но при этом не меняться. Ну, вы знаете, всем надоедает, мужчинам и женщинам. Это не работа. И последнее, собственно говоря, по поводу приданного. Значит, квартира у нас есть. Как я поняла? Что у нас ещё? Ну, всё, кроме квартиры. Гараж. Шаговая доступность. Из подъезда вышла, в гараж вошла. Ну, хорошо, у вас приданное какое? Наследство у вас? Какой дочке оставите? Двухомнотное. Как думаешь, твоим родителям понравится такая вот, ты знаешь, да, свою семью? Что думаешь, вот ты приведёшь, что мама твоя скажет? Двухом, что она не будет искать общего языка. Думаю, да. Да? А папа как вот среагирует на неё? Не будет она искать общего языка. Надеюсь, что хорошо. Кира, а как вы сами думаете, в чём ваши проблемы? Она труднёт. Я не знаю, возможно, завышенная... Не решайтесь за дочку. Ну, как это сказать? Не моя завышенная, завышенное требование, наверное. В этом моё проблема. Смотрите, вы материально от мамы никак не зависите, правильно? Вы вообще от мамы не зависите. Это сегодня ваша добрая воля – общаться, помогать и так далее. Но нужно однажды сказать, мама, вот тебе вот до этих пор можно, а дальше со стуком. Вот эта история дикая совершенно, когда у мамы были ключи, и она могла в любое время прийти к вашему возлюбленному, всё равно он был для чего-то вам нужен. И сказать, 24 часа быстро или милицию, понимаете? Поэтому, Кира, у мамы ключи забирайте и говорите, нет, мам, всё, сюда нельзя. Всё. Ну, как она заберёт мамина квартира? А лучше было бы мне прийти к трупу, если он с ножом на неё бросался. Мама сама виновата, то есть, по факту, она сама в тепличных условиях её воспитала, а сейчас на это, соответственно, жалуется. У вас, конечно, сложнейшая история в гороскопах. У мамы Сатурн в Козероге восходящая, основная планета в карте, и у вас Сатурн в Козероге восходящий. Вот этот 30-летний цикл, вы действительно как будто принуждаетесь своим гороскопом отрабатывать ту же самую программу. Как бы вы не сопротивлялись, пока вы живёте в этом сатурническом потоке, получается та же самая история. Вам нужно сесть самой с собой и прежде всего проработать вот те программы, которые прожила мама, продумать их. А потом нужно отодвинуть всё в сторону и делать выбор, уже вообще не держа маму в памяти. То есть вы не должны делать вопреки ей, назло ей или, наоборот, согласно её советам. Вы должны выработать свою чёткую позицию. И, конечно, она должна быть точно связана с любовью. И ещё. У вас есть шанс вырваться из этого круга, но вы не должны быть уверены в том, что вы непогрешимо правы. Вы должны разрешить себе в том числе и ошибаться, и признавать это за собой. Знакомьтесь с первым женихом. Удачи. Кира, привет. Очень рад тебя встретить. Меня зовут Виталий, я твой будущий муж. Очень приятно. Виталий. 30 лет. Менеджер по продажам в крупной компании. В свободное время участвует в забегах на длинные дистанции и занимается кроссфитом. Гордится тем, что закончил кадетский корпус с серебряной медалью. Мечтает о собственном доме в Италии. Признаётся, что не умеет планировать семейный бюджет. Виталий перевёз девушку из Казани в Санкт-Петербург, но обеспечить семью всем необходимым не смог. Не выдержав постоянных упрёков, сам предложил расстаться. Надеется, что у Киры не слишком завышенные требования. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, смотрите, уже общее дело. Кроссфитом оба занимаетесь. А что это такое? Кроссфит? Да. Это такое спортивное направление. Что вы делаете? Ногами, руками, головой? Функциональные тренировки, то есть там полностью всё. То есть и ноги, руки, полностью в песке. Вы в штанге, что ли? Что это? Ну, как сказать? Есть тяжёлая атлетика, есть лёгкая атлетика. А, то есть вы со штангой? А кроссфит — это полностью всё. То есть это не ходьба по пересечённой местности, как я подумала почему-то? Нет. У парня неплохой, приятный такой, простой. Он тоже спортом занимается. В принципе, достойный кандидат. Вот вы привозите девушку из Казани. А было уже в это время, где жизнь, куда её привезти? Нет, то есть я закончил академию военную. То есть мы познакомились на последнем курсе, я был в отпуске. Нет, когда вот вы где ночевали-то? Ну, сняли просто комнату. И сколько в счастье прожили? Мы прожили год. А потом что? Ну, вот расстались. То есть сначала была её инициатива, потом поменялась, потом моя инициатива уже была, в принципе, вот так. Не было финансовой стабильности. А финансовой стабильности не было к чему? У меня была, да, то есть азартная зависимость. Вы на автоматах, что ли, играете? Ну, такие игровые всякие. Да, играл. То есть это очень сильно подкосило меня по жизни. А какая по самую большую сумму вы проиграли? 50-60 тысяч рублей. Да вы что? Ну, самая большая завязка, когда вот вы уже отдали все долги, да, когда уже вас не перестали, было 3 месяца всего. Когда вы уже к другу обратились за помощью, чтобы он вам помог. Да. Ну, вот друг Иван, вот он сидит здесь. То есть он мне помог, то есть я там, ну, рассказал ряд друзей, что вот такая вот у меня зависимость и так далее. То есть он начал мне помогать. Виталий, ну вы же недавно опять развязали. Да, это я в соцсетях написал, то есть был у меня, собственно, ну, срыв. Слушайте, а какая мотивация должна быть для вас, чтобы вы прекратили играть? Как вы сами считаете? Ну, кстати, одной из мотиваций, я думаю, будет это вот создание семьи. Нет, конечно, не абсолютно. Ну, потому что, потому что ни один алкоголик, ни один наркоман, ни один игрок не завязал свои пагубные страсти, женившись, например. Нет, просто сначала проигрывали только свое, а теперь будете проигрывать общее. Порядок совсем другой, да? Сначала вы лечитесь, вы должны полностью избавиться, и только потом в брак, в отношении. Я считаю, что вообще никакой не конкурент, игроман. Нет, ну вот я вам могу сказать, девочке, может, он и понравится, мама его уже ненавидит. Виталий, все теперь в ваших руках. А то, что вы сюда пришли, это вам молодец. То, что рассказал честно, правду, молодец. Показывайте сюрприз. Так, для сюрприза мне нужна невеста. Пожалуйста. Я видел людей очень много игроков, то есть это не лечится в принципе. Вообще никогда? Вообще никогда. Кира, мой сюрприз заключается в сценке театральной, вот, в которой, то есть ты и я в главных ролях. Я буду тебе давать табличку, на ней написано, что нужно сделать. То есть ты делаешь то, что там написано, соответственно, я тебе в ответ тоже даю эмоцию. Так, начинаем. Первое. Ах ты, игроман несчастный. Блин, круто. Не зря ты кроссфитом занимаешься. Оригинально. Театральные какие-то постановочки. Так, второе. Попросить прощения, да. Ну я же не хотела. Прости меня, пожалуйста. Кирочка, конечно, я тебя всегда прощаю. Молодец. Так, третье. Признание в любви. Как вы обычно это делаете по пятницам? Отдаю тебе свое сердце и душу. Я тебя люблю. Я тебя тоже, Кира. Романтик, романтик. Да, это, конечно, хорошо. Ну, романтично, но как-то что-то не знаю. Ну, непрактично. Обрадовать, что она ждет ребенка. Дорогой, у меня к тебе отличная новость. Да, слушайте, Кира. Ты станешь папой, у нас будет двойня. Ура! Я тебя обожаю. Круто. Молодцы, парни. Забирайте своего друга и послушайте, что мы будем о вас говорить. Проходите в комнату. Кира. Да. Как вам, Виталий? Конечно. Не слушайте, что я там говорила. У вас есть своя сутка. Да, дело в том, что, как бы мне вас слушать и не нужно, я работаю в букмекерской компании. Я вижу постоянно таких людей, дающих обещания, я к вам больше не ногой, я к вам больше не приду. Какой компанией ты работаешь? Букмекерская. Ставки на спорт. То есть вы эту проблему в лицо знаете. Да, поэтому, ну, тут мне больше добавить даже нечего. Ну, ты ее поднял как в тело, как с попругой? На самом деле, то есть внешне мне показалось, что она тяжелая, так все ее поднял очень легко. А я призываю обратить внимание на другое. На то, что Елене и Кире, вот этот конкретный первый жених, послан не случайно. Гороскопически это человек, который проживает одну из сходных с вами программ. Тоже восходящий Сатурн, правда, в другом знаке, в Стрельце как раз. Там сложная комбинация как раз, которая к игромане имеет отношение. Но почему я про вас говорю? Потому что вы обе живете с ощущением того, что вы самые правильные. В конечном итоге тот путь, которым вы идете, это путь непогрешимый, он самый верный, сходить с него не надо. Вот и у него тоже та же история. Он живет с чувством того, что ничего, что этот эпизод был, все равно он правильный парень, все равно он жизнь вырулит на верный путь, и, к сожалению, это иллюзия. Вот посмотрите на него, и ему я советую тоже не быть убежденным в своей непогрешимости, а бояться своего порока, бояться этой зависимости, работать над ней, действительно идти к свету, а не считать, что да ладно, все, я уже нормально, я завязал. Вот я отметил то, что астролог сейчас сказала, что не просто так, то есть я и послан. То есть в этой жизни. Знакомьтесь со вторым женихом, удачи. Привет. Клево. Привет. Молодец. Можно было еще бы сползти. Выберешь меня, ты или нет, но обещаю, что встреча со мной тебе запомнится навсегда. Вот это тебе. Спасибо большое. Кирилл. 30 лет. Совладелец IT-компании, которая занимается разработкой и продвижением интернет-приложений. Мечтает купить домик на Канарах и переждать российскую зиму там. Предупреждает, что его будущая жена должна вести здоровый образ жизни. После свадьбы Кирилл планировал купить возлюбленной квартиру, но она разменяла отношения на интрижку с фитнес-тренером. Надеется, что Кира будет ему верна. За 9 лет вы первый жених, который постучались так в плечи, как, мол, приветик, должны были предвстать перед лицом потенциальной этой жены. Ну, а что ждать-то? Надо сразу к делу. Ну, да. Ну, хорошо. Как вы узнали, что ваша девушка закрутила с фитнес-тренером? Ну, я подозревал уже давно ее, и просто я знал сотрудников этого фитнес-центра, в котором она занималась, но очень часто мне стали напоминать. Не поверили сначала? Конечно, не поверил. А когда вы ждали адресок и явку? Ну, она просто сказала, что хочет встретиться с подругами, и зачастила с этими встречами, как-то надолго отлучалась. Ну, я проследил за ней. И какая картинка я предстала перед отчами вашими? Ну, они пошли к нему домой. Да, вот это зато человек состоятельный, из примерной. Маме понравился, я думаю. Ну, в принципе, то, что она ищет. Смотри внимательно, мама, смотри, так. Вот она возвращается, счастливая такая, вся довольная, говорит, так устала на работе, так упахала с милой. С подругами. А, с подругами? Ну, я ей дал два часа на сборы, сказал, вот, давай, собирайся, уходи. Как она себя повела? Пыталась оправдаться, обвинить вас встречно? Ну, конечно, пыталась, пыталась, да. А вы что? Ну, я... А что я должен был сделать, скажите мне? Еще бы, знаешь, как было обидно. Может быть, посоветуйте мне, как надо было поступить. Ну, во-первых, мне кажется, что это неправильно. Как только она пошла с ним, да, в квартиру, нужно было выйти из машины и сказать, Алюся, Алюсь, удачно. Ребята, вам там вот это вот все, да? Значит, смотри, пока вы там, я вам даю, быстренько все это закончить и собрать свои вещи. Кирюш, а вы правда, что ли, хотели ей квартиру подарить? Да, хотел. Вы так хорошо зарабатываете? Ну, нет хода без добра, как бы... Квартиры сохранилась. С девушки, но с квартирой. Не квартиру, я бы положил в бизнес просто все эти деньги. А потом, ведь ты знаешь, она пыталась через своих подруг наладить все-таки с Кириллом отношения. Может, квартиру хотела вернуть? Ну, чтоб там не было, что-то вернуть хотела. А вот вы сейчас пришли со своей подружкой, с Алисой, с Алисочкой, с Алисунчиком, с такой хорошенькой. Что за дружба за такая? Кстати говоря... Дарите. Да, можно? Это для тебя не конкурент, однозначно. Он может маме понравится. Правда, он богатый. Кирилл, вы где живете? В Москве. Как вам перспектива вот такого плотного общения с тещей? Ну, ничего страшного. Теща не напугала, нет? Нет. Хорошая женщина. Ну, ключик будет у нее от вашей квартирки-то? От его нет. Он не будет у тещи жить, это точно. Да, он будет у себя жить. Да, конечно. Давайте посмотрим на сюрприз, который вы приготовили. Одного полиягода, я не так сказать. С мамой, по крайней мере. Мой сюрприз, я считаю, что главное для женщины, чтобы она была защищена. И защищена финансово. Вот, поэтому я ей хочу подарить бизнес под ключ. Вот, собственно, как бы, вот мой подарок. Это деньги? Нет. Это не деньги. Это то, что деньги приносит. Да, это то, что приносит деньги постоянно. Вот, в принципе, ну, скрывай сама. А, всякое было. Машины дарили. Бриллианты дарили. Но бизнес? То есть не рыть по удочку. Там единственное, что нужно вписать твое имя. Ну, это договор, короче, договор по его бизнесу, если она захочет заняться. То есть она не будет ему проценты оплачивать. Осталось вложить всего миллионов пять. Нет, а я уже... Все оплачено. А где документы, договор по оплате, а? Что-то я тут не вижу. Что подписывать будешь? Все есть. Чек покажите, пожалуйста. Все оплачено-то. Да все есть, не переживайте. А вы приходите, да ну, тут какие-то картинки одни. Нет, подождите, а что подписывать? Вот, мама, да разберитесь. Имя свое вписали. И я, конечно, из директ-картинику. Это платформа, которая позволяет получать процент с оборота крупных брендов и магазинов. То есть построенный уже бизнес. Построенный бизнес. Давайте так, вы взрослая девочка, сначала вы это изучите, потом подпишите, хорошо? Пока мне в этой истории нравится, что Кира и Кирилл очень созвучно и хороший знак. Проходите в свою комнату. Спасибо большое. Спасибо большое. Ну, что скажете, Кира о Кирилле? Ну, конечно, здесь уже отрицательных моментов не видно таких... Ну, явных, да. Да, да, привлекательных. И, кстати, момент знакомства очень, именно, да, заинтриговал. А если она вот за тобой придет, ты выйдешь, Саня? Выйдешь? Можно. Попробовать, да? Да. Москвич, как мама хотела. Не бедный, как мама хотела. Вон и внешне нравится. Но как только принес эти бумажки, что-то меня прямо смутило. Ни одного документа, прямо четкого документа, где сказано, что она становится владельцей бизнеса, нет. Ну, в принципе, после программы нужно повнимательнее посмотреть, в общем-то. Может, он посеснялся эти бумажки дать, это. Васька. А так я не против. Я давно не видела такого, и поэтому сижу, улыбаюсь, красивого солнечного типажа внешности. Вот просто классика, хоть вообще в учебник помещая этот портрет. Такой долихоцефальный череп. Это очень солнечный тип. И он лев, и несколько планет во льве. Это люди достаточно творческие, одновременно очень эгоцентричные. Творческие не в смысле искусства, а творческие в смысле креативности, создания каких-то новых идей. Вообще, удивительно, вам жизнь в программе послала еще одного человека, примерно с той же программы, что и у вас, тоже восходящий Сатурн. Я просто диву даюсь, но это вот не зря стечение обстоятельств такое. Только у него вот это ощущение своей правильности по жизни, ответственности и долга способно реализовываться в материальной сфере. По-моему, неплохой вариант. А я диву даюсь. Знаете, чему? Вот мы за 9 лет ни разу не поссорились, потому что у нас абсолютно разный вкус. Нам нравятся абсолютно разные мужчины. Вот страх. То есть нам некого делить. Знакомьтесь с третьим женихом. Удачи! Привет. Привет. Меня зовут Денис. В общем, у нас общий интерес. Это уже то, что мы занимаемся спортом. Вот. Ну, конечно, смущает интересно момент то, что детей хочешь, ну, в районе до 35. Это до, это планка. Да. Ну, давайте пообщаемся, посмотрим, что из этого получится. АПЛОДИСМЕНТЫ Денис. 33 года. Денис, а зачем вообще нужно было ставить какие-то ультиматумы своей девушки? Ну, я воспитан так. Какой-то он слишком простой. Ну, да, крупный, но не такой, как Виталий. Виталий более на массе. То есть это какой-то слишком простой и на крота похожий. Когда вы уже взрослые люди, то тоже должна быть какая-то уважительная причина, почему вместе не поехать на море. Почему это стало краеугольным? Да, почему? Вот. Ситуация такая, что она, вот именно, что не с родителями она поехала, а поехала одна. Ну, и у нас только отношения. А почему не поехали? Я работал, и в данный момент я не мог просто... Денег не было? Нет, по работе. У меня отпуск, по отпуску у нас не совпадал. А совместить отпуск? Вот, я ей объяснил. А нет, это было возможно? Нет. Например, а может быть, такой вариант был. Например, она вам сказала, Денис, если я сейчас не съезжу в отпуск, у меня потом больше другого не будет, а я устала так, но мне просто нужно отдохнуть. Вы могли встать в пользу из-за своей глупой ревности какой-то, например. Ну, я считаю... Вообще, в идеале, как эту ситуацию можно было разрешить? Вот для меня идеальный вариант. Я бы сказал, давай в следующий раз, вот сейчас ты поедешь к родителям, либо с мамой. Если ты так хочешь устала, ну, езжай с мамой. Но у нас только отношения зарождаются. С мамой это же ужас. Как можно молодой девчонке отдыхать с мамой? Как вот можно отпустить одну девушку, как бы... А как, вы не доверяете, что ли? Ну, у нас только отношения зарождаются. Ну, а в булочную вы ее отпускаете без сопровождения? Ну, как вот вам кажется? Одну девушку я точно не отпущу, это не ко мне. А, так проблемы у вас не имеют. А, для вас это нормально, да, вы считаете, если отпускать свою половинку? А она вам была? Вы что, замуж предложили уже ей? Нет, у нас отношения зарождались. Ну, какой-то несерьезный парнишка. Поехала отдыхать и из-за этого расходиться. Вы считаете, может, она ваша будущая жена, но вы об этом не сказали. Потом она идет и отдыхает. И имеет право искать, кстати, параллельно еще кого-то. Отношения развивались именно в этом ключе, что было так поставлено, что отношения серьезно развивались. Было дело к браку, как вы сказали. Хорошо, тогда такой вопрос. А как вы считаете, почему она не ценила эти отношения с вами? Она не видела перспективы? Нет. Она вам не верила? Почему она вас на такой стадии на раннем променяла на море? Не любила? Так если так, тогда вам только и легче от этого должно быть. Это абсолютно не так, потому что она уже... Если любила, а вы ее просили не ехать, а она поехала, значит, у нее вздорный, дурацкий характер. Опять же, слава богу, что не поженились, потому что хорошо, что это случилось до свадьбы, а не после. Это же прекрасный, так сказать, был тест. Ну, если бы плохой был, допустим, она меня уже пригласила к себе домой, я уже познакомился с ее мамой. На море она поехала? В итоге, да, мы с ней созвонились. И вы и сказали, я тебе запретила на море ехать. Ну, я ей компромисс сказал, давай нас чуть-чуть сдвинем потом, и, конечно, вместе полетим. Она слушалась, да, Вас? Она в итоге решила ехать. А вы ей сообщили по телефону, что вы ее бросаете, и не будет продолжения, потому что она так, да? Слава богу. Если была любовь, должен был быть компромисс. Ну, судя по всему, компромисса не было, и поэтому и исход такой. А то у Дениски имеет право. Главное, что у него в Москве квартиру купил, пусть даже в ипотеке, но это молодец. У него есть своя квартира. Где квартира еще одна? Видно. Город видно. Вот. Это был тот, 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 тот. Не, 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 все хорошо. Секундочку, Денис, а сколько выплачивать еще времени? Ну, я только недавно взял. Вот, теперь начнется. Нет, дорогая, мы не можем с тобой встретить Новый год в Подмосковье, потому что петарда стоит дорого. Сначала должен выплатить ипотеку, да. Ну, в Денис. Не слушай их, Денис, все хорошо. Ты у нас жених с ключами и с квартирой, и с маской. И с кредитом. И что с кредитом? Он же не ворует. Посмотри на ее реакцию. То есть он ей не интересен. Она тебе думает, Кирилл. Она думает о тебе. Как вам перспективы? Очень скрытый парень. Почему? Наоборот, он все говорит. Нет. А в чем скрытность? Глазки бегающие. Он ни разу не посмотрел на Киру за всю программу. Он стесняется. Мы пока с ведущими просто общались. А вы пришли знакомиться-то с невестой? Ну, я так увлеченно просто с ведущими пообщался. Он может смотреть на невесту, а разговаривать со мной. Так только профессиональные артисты могут. Я пока еще один подчистка личности. А покажите сюрприз. Безусловно, плюс то, что у него есть в ипотеку квартира. Так у тебя в ипотеку может быть квартира. В принципе, в ипотеку, то есть я тоже могу взять. Давайте для начала наденем перчаточки. Смотрите, сразу вам скажу, очень хорошо. В общем, то, что у нас будет черновая отделка, соответственно, в квартире, соответственно, нам нужно будет ремонт делать. Ну, в принципе, в ванну и в туалет. Для этого, в принципе, будем плитку делать. Ты не домастер, пришел с перчатками. Ремонт, как будто и ремонт интереснее. Ей тачки интересные, блин, кроссфин. Подойдите, пожалуйста, ко мне. А вы когда-нибудь пробовали, Кира, заниматься этим делом? Никогда. Ну, поэтому сейчас вы это... Вот, сейчас, кстати, и будем учиться. Давайте еще чуть-чуть, давайте. Можно на «ты». А какой стороной? Вот это или это? Или как? И давайте вот. А можно вместе с моей рукой? Давайте. Приступим снизу. Так, еще. Ну, в общем. Так. Так. Нет, вы почему такой сюрприз решили невесте преподнести? У вас ремонт еще не сделан? Вы хотите приобщить невесту, посмотреть ее навыки? Нет, мы совместными усилиями будем делать ремонт. Нет, но он не сделан еще? Нет, я же говорю, черновая отделка. Ну, это провал. Ну, ребята, ну куда? Ну, какая плитка вообще? Ну, что? Нет, прикинь, в платье плитку класть. А ты раствор-то все-таки надо как-то уравнивать. Ну, это естественно. Вот Роска у нас на все руки все знает. Молодец. Так, вот. Сейчас давайте привожим. Нужно другой стороны. Смотри, какие траншейки-то он там на... Подождите, у нас белая плиточка идет. Кирюш, а вы чего? Помогать? Помочь? Надо размазать сначала. Так возьмите, покажите. Смотри, смотри. Бери, размазывай. О, спасибо, я пачкаться не хочу. Товарищ, кто еще поможет. Вот все-таки это завораживающее зрелище, когда кто-то работает. Сразу всем хочется советовать. Может быть, тебе, Кирка, замуж за друга выйдет? Он лучше плитку кладет. Точно. Все, ребят, давайте уже, мы поняли, какие вы молодцы. Времени у нас не остается. Молодцы. С другом проходите в свою комнату. АПЛОДИСМЕНТЫ Кирочка. Да. Ну, не знаю, насколько вам пригодится вот это умение класть плитку. Хотя в жизни все пригодится. Но? Не, ну, может и пригодится, но я думаю, вряд ли. Да. Ну, а все остальное? Вот, недоверие, то, что не отпустил свою девушку, я считаю, это неправильно. Должно быть доверие. И неважно даже, какие отношения уже только изрождаются или позже. Зато вы за него замуж пойдете, именно станете замужем, и он будет диктовать свои условия, строить это, кормить вас это, а вы будете замужем. Рост, подожди, здесь в данном контексте замуж это делать вместе с ним наравне ремонта и выплачивать ипотеку, да? Ну, и что? Ну, тогда это равноправное партнерство, а не замужество. Нет, вот как раз он очень хозяйственный. И мне нравится, когда женихи показывают, пускай даже там не так умеют. Лен, что вы скажете? Глаз у вас наметанный. Лен, лучше пусть он найдет хорошего специалиста и оплатит работу, чем вот так мучить мою дочь. Как тебе, Кира? Ну, в целом, приятная девушка. Ну, посмотрим. Пока сложно сказать, это нужно пообщаться, на самом деле, ближе. Мама, вы будете этих, испытывать наших женихов, как трактора? Ну, как трактора-то, наверное, нет, а как надежного силу, чтобы быть уверенной, в какие руки я отдаю свою дочь. Давайте, испытывайте. Женихи, выходите! Поскольку Кира занимается кроссфитом, а это тяжелый вид спорта, и он подразумевает в этом спорте штангу, и она берет уже большие веса, хотелось бы знать, а достойны ли женихи ее спортивных достижений? Виталий, давай, ты первый подходи к этой штанге и давай ее поднимай. Просто, чисто сделай. Ну, как кто сможет. О! Опускай, так. Кирюш, давай ты. Я бы не стала ломаться, зачем? Кирюш, ставь. Еще более без разминки. Грыжина работает, не дай бог. Ну, давай, Дениска, ты давай, выжимай. Денис, тебе еще квартиру ремонтировать. О, молодец, молодец. Опускай. Без тренировки, зачем, на холодное тело. Конечно. А вот пусть ваша дочь тоже покажет, какие она тут тяжести тягает. Ну-ка иди, милая, на контрасте. Ну, я только могу Станова продемонстрировать. Ну, можешь каблуки снимешь, а? Да нет. Нет, секунду. А сколько килограмм? Шестьдесят. А что мама говорит, вы тягаете столько много, да? Да есть, я не там поднимаю. Роза, у меня сейчас колено разорвано. Роза тоже травма, колено. Ой, правда, тяжелая. Правда. Ладно, идите, идите. Ну, давайте, членки, выбирать. Кому? Я бы пошла к Кириллу. Не важно, что он не может поднять. Единственное, он этого не сделал. Знаете, говорят, силы есть, ума не надо. Нет, они все умные парни. Но Кирилл может другим, ну, как бы, компенсировать. А не заскучает наше-то? А на он какие тяжести? Зато он такой экстравагантный, неординарный. Ну, у вас просто таких не было. Ну, нельзя же выходить замуж. Роза, ты кого советуешь? Ну, за Дениса, конечно. Вася, что там? Я за Дениса. Мне кажется, что у нас все-таки очень хорошие шансы. Я так думаю. Да, у нас высокие шансы. Я вам напоминаю условия нашей программы. Вы сейчас пойдете к потенциальному зятю, вы к потенциальному мужу. Выбор, если совпадет, пойдете в Сочи. Если нет, уйдете с хорошим парнем. Интрига в том, что парень может не выйти. Ну, и сюрприз от нашего канала, от нашей программы. Жить вы будете все вместе, в одном номере. Мамочка, проходите, пока в четвертую комнату. Тот еще сюрприз, скажем прямо. А теперь, дорогая Майя, идите вы к избраннику. И к кому бы мы ни пошли, мы вас в любом случае поддержим. Кирилл, я к вам. Да, спасибо вам большое. Я предлагаю всем выйти и поддержать Киру. АПЛОДИСМЕНТЫ Я выбрала тебя за твою неординарность. Спасибо. Это очень здорово. Мама не против. Поедете в Сочи. У нас есть пара, Кира и Кирилл. Если вы одиноки или вам понравился кто-то из участников сегодняшней программы, пишите на сайт Первого канала. А я, Лариса Кузеева, желаю, чтобы любимый человек обязательно сказал вам. Давай поженимся. Счастливо за вас. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ